Прямо скажу, приезжайте к нам в магазин, посидите, и вы поймёте, что вы больше ничего не хотите. Потому что, когда вы садитесь на этот трактор, то вы понимаете, что вы сели в какую-то крутую иномарку премиум-класса, и вам действительно здесь очень удобно. Продолжение следует... Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Gardenstock. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. А вас я всех снова рад видеть. Друзья мои, посмотрите, какие крутые садовые трактора сегодня у нас на тест-драйве. Да, это самые лучшие садовые трактора из всех, которые вообще существуют на нашей планете Земля. Это компания Capcadet. Производство США, гарантия 3 года. У нас есть трактор с боковым выбросом, трактор с травосборником, с самыми крутыми характеристиками, и Zero Tern с нулевым радиусом разворота. Поэтому каждый для себя найдёт именно тот, который нужен ему. Что здесь будет самое крутое? Все трактора с круиз-контролем, с самыми лучшими моторами, которые вообще вы можете найти. Ну и, конечно же, не забывайте про цену. Ведь наша компания Gardenstock никогда не завышала цены. Первый трактор 599, второй 699 и третий 799 тысяч рублей. Да, никаких миллионов плюс здесь не будет. Поэтому прямо сейчас я расскажу про каждый из этих тракторов. Обязательно протестируем, а вы выберите, какой вам больше нравится. Продолжение следует... Начнём мы с первого трактора. Это серия XT1. Он у нас идёт сразу в комплекте с декой, может кидать траву на бок. Стричь высокую траву, низкую траву. Вообще, я уже делал полноценный обзор на этот трактор, где я рассказывал все его основные плюсы и показывал его возможности. Где косил траву по колено, по поясу он отлично с ней справлялся. Также к нему можно докупить мульчирующий комплект для того, чтобы производить мульчирование. Ну и кучу разнообразных насадок. Из самых применяемых это щётка, снегоуборщик, снежный отвал. А сзади всё пассивное оборудование. Это телеги дотонные, ну и всякие грабли, аэраторы, скрификаторы и тому подобные. Катки садовые. Ну, в общем-то, всё, что работает от привода колёс. Здесь идёт гидростатика полноценная. Поэтому... И, кстати, у него есть круиз-контроль. Не забывайте. То есть мы можем задать скорость и взять бутылочку-водичку в руки и ехать кайфовать. Сиденье очень удобное. Единственное, что хочется отметить, ну, подлокотники хочется видеть. Здесь есть кронштейны для того, чтобы их зацепить, но самих подлокотников нет. Ведь это действительно профессиональная коммунальная машина, которая может работать с утра и до вечера. Из изменений. Он пришёл в новом суперкрутом агрессивном дизайне. На него смотришь, его уже хочется купить. Офигенный дизайн. Сделали действительно очень красиво. Сидушка изменилась и изменилось. Рулевое колесо стало толще, удобнее и комфортнее. По внутрянке никаких изменений нет. Здесь стоит тот же самый двигатель профессиональной серии Кёлер 7000 на 24 лошадиные силы. Два горшка, очень тихо работает. Есть масляный насос, масляный фильтр на любых уклонах до 30 градусов. Может работать. Кстати, вот такие вот моторы, кто не знает, они стоят на всей малокубатурной технике от компании John Deere. Считается, один из самых крутых проверенных моторов, который может работать с утра и до позднего вечера. Бачок огромный, на 15 литров хватает его приблизительно на 9 часов работы. Поэтому выехали в 8 утра и приехали к 5 вечера. Само сиденье, кстати, они его тоже чуть-чуть изменили, обшили уже кожей, поэтому на нём сидеть удобно. Да, ещё подлокотники были бы, вообще бы цены ему не было. Так, с левой стороны у нас идёт тормоз, ну, он же ручник. С правой стороны идёт гидростатика. Две педали, одна вперёд, другая назад. Чем сильнее даем, тем быстрее едет. Чтобы зафиксировать круиз-контроль, выбираем скорость и потом вот таким рычагом просто её фиксируем. Здесь разные есть позиции. Что из-за менюшки здесь есть? Ну, рулевое колесо здесь. Здесь у нас бензобак, бензин заправляем 92-й, 95-й. Здесь у нас дроссель, заслонка воздушная, датчик моточасов, электромагнитная муфта, ключ зажигания и здесь же кнопка для того, чтобы можно было косить задним ходом. Сама дека состоит у нас из трёх ножей. Но давайте расскажу самые главные преимущества этой деки. Смотрите, наверняка, если вы уже сталкивались с садовыми тракторами, у вас был садовый трактор, там фирма Husqvarna, Craftsman раньше распространённые были. Те же самые капкадеты раньше дека была штампованная, и поэтому служила на 7-12 лет, не больше. А у некоторых даже ещё меньше. И сейчас даже мне очень часто поступают звонки. Алексей, а на тот-то трактор у вас есть дека, как мне её заказать? Потому что если её привозить из Америки, она сейчас по цене практически китайского садового трактора выходит. Лучше я куплю целиком готовое изделие. В общем-то, трактор до сих пор работает, рано работает, мотор работает, а дека сгнила. Поэтому у этих тракторов уже идёт дека из листового металла. Толщина этого металла 3-5 мм, в зависимости от того, где есть усилители, где нет. Сноса этой деки не будет. То есть здесь расчёт идёт на то, что трактор действительно предназначен для огромных площадей, работают им очень много и очень долго. Поэтому и гарантия будет достаточно большая. Штуцер мойки деки есть как с левой, так и с правой стороны. И ножа здесь будет 3. Также есть защита на адаптерах ножей. Поэтому если какой-то камень попадёт, какая-то муштарматура металлическая, не переживайте, здесь ничего не будет. Просвистит ремень, либо сработает фрикция. Есть 5 подкатных колёсиков. И сама дека здесь плавающая. Будет повторять весь контур вашего газона. Видите, здесь у нас газон достаточно неровный. Я его уже обкашивал этим трактором. Поэтому мы возвращаться к нему не будем. Мы подведём только итоги. Дека из листового металла. Срок службы огромный. Мотор суперкрутой, профессиональный. С утра заводим, а вечером заканчиваем работать. Такой трактор отлично подойдёт как для своих площадей, так и для обкоса каких-то коммунальных огромных площадей. Этот трактор позволяет. Смотрите, высота деки регулируется здесь от 2 и до 12 сантиметров, что оставляет после себя. Здесь есть вот этот рычаг справа. Вы им как раз таки и регулируете. Здесь разных много-много позиций, аж целых 12 штук. Поэтому найдёте для себя нужное положение и будете косить ваш газон. В принципе, если у вас остались какие-то вопросы по этой машине, обязательно напишите мне в комментарии. И если вы хотите посмотреть, как он в работе, ссылку я оставил. Переходим к другой модели. Это уже 10-23 серия XT2. Трактор уже будет с травосборником. Для тех, кто не любит, чтобы трава оставалась на газоне, предпочитает её собирать в травосборник, то это самый топовый трактор, который на сегодняшний момент существует вообще на рынке. Не в России, а вообще на рынке. То есть, по техническим характеристикам. Самый крутой двухцилиндровый мотор, тот же самый, 7000 серии, кёвер, который ставится на малокубатурной технике John Deere. Везде на самом моторе будет написано именно Made in USA, как и трактор Made in USA. С огромными баками, с огромным ресурсом. Мотор точно такой же, то есть, с масляным фильтром. Раз, с масляным насосом два, на любых уклонах может до 30 градусов работать. Кстати, да, приятно уже, подлокотники есть. То есть, уже здесь думают не только о том, что здесь какой-то рабочий будет работать, а то, что будет работать хозяин, и ему нужен комфорт. Травосборник, друзья, 350 литров. Ширина захвата 110 сантиметров. Ну, вы знаете, с такими техническими характеристиками, с такими показателями, я ничего подобного на рынке не встречал. Самый большой травосборник, который я видел, 300 литров. Здесь 350. Он просто огромен. И капрон идёт на самом травосборнике двухслойный, поэтому сноса ему не будет. Вниз идёт пластик, вверх идёт пластик, бока для того, чтобы он был легче, его можно было вытряхивать самому, хотя я не знаю, для чего это сделано. Почему? Потому что вряд ли кто-то этот травосборник будет снимать с трактора. Всё это делается дистанционно. Раз, вытряхнули вот таким вот образом, и поехали дальше. Так, сигнализатор о том, что травосборник наполнился, имеет, подаёт звуковой сигнал. Теперь по рычагам управления. Здесь всё то же самое, что на серии. И, кстати, тормоз, гидростатика, вперёд-назад, сильнее педаль нажимаем, едет быстрее. На этих тракторах установлена самая надёжная капкадетовская гидростатика. Лучше и круче, чем на них ничего в природе нет. На саму гидростатику гарантию завод-изготовитель даёт в 10 лет. Здесь у нас всё так же, как в серии XT1. Бак с левой стороны большой на 17 литров. Увеличили на 2 литра. Здесь дроссель, заслонка воздушная, электромагнитная муфта, ключ зажигания, кнопка кашения задним ходом. Здесь у нас ручник, и здесь же круиз-контроль. Дека. 110 сантиметров. Ножа на деке 2. Есть, естественно, штуцера для мойки деки подкатных. Колёс будет целых 6 штук. Дека сама тоже плавущая. И будет повторять контур вашего газона. Если у вас какие-то там кроты нарыли, ямы, муравьи какие-то, кочки у вас там, либо просто неровности, не переживайте, этот трактор предназначен именно для таких условий. Конечно же, к этому трактору можно и прикрепить всевозможные навески. Это у нас сейчас, я сниму травосборник. Можно, конечно, и косить и в таком виде. Но здесь есть кнопка-размыкатель, чтобы трактор не имел возможности работать без травосборника. Либо можно докупить сюда задний выброс, либо можно докупить сюда режим мульчирования, либо использовать трактор как транспортное средство. Фаркоп у него тоже идёт в комплекте. Вот, кстати, сигнализатор, который будет нам подавать звуковой сигнал. Здесь у нас окно для аккумулятора. Аккумулятор целиком закрытый. Никакая влага в него не попадёт. Всё сделано по уму, чётенько, красивенько. Вот он стоит, огромный, кстати, аккумулятор. Хватает его лет напить точно, если следить и хранить трактор в тёплом помещении. Посмотрите, кстати, какое огромное окно. Если вы даже будете косить мокрую того, здесь ничего не забьётся. Среди всех тракторов, которые поставляются с травосборником, здесь идёт самый мощный мотор на 24 лошадиные силы. Двигатель Кёллер двухцилиндровый с масляным насосом. Ширина 110 сантиметров. Тоже, в принципе, все на 102 максимум. Травосборник. Объём 350 литров. Самый крутой на сегодняшний момент, который я встречал, 300 литров. Круиз-контроль есть, гидростатика есть, косить задним ходом может. Сиденье офигеть, какое удобное, с подлокотниками, кожаное. Ну, в общем-то, честно говоря, я даже какую-то альтернативу бы хотел предложить, но её просто нет этому трактору. Последний трактор в линейке серии Капкадет. Это Zero Tern, название ему Ultima ZT-S2. Честно говоря, когда я его первый раз увидел, я просто был ошеломлён от этого всмогсшибательного дизайна. Когда я на него смотрю, знаете, я никогда бы в жизни не подумал, что из садового трактора можно сделать внешний вид какого-то спортивного болида. А именно это он мне и напоминает. Выглядит просто настолько шикарно, насколько это возможно. Дизайн я бы 10 из 10 смело бы ему дал. Основные плюсы. У этого трактора уже будет идти два гидромотора на каждое колесо отдельно. У него есть блокировка дифференциала. Если у вас какая-то заболотистая площадь, либо просто идут постоянно дожди, и вы боитесь, что какой-то садовый трактор будет постоянно буксовать, то покупайте Zero Tern. Вот на таких вот широченных покрышках с блокировкой дифференциала ему действительно ничего не страшно. Потому что привод можно задать как на одно, так и на два колеса сразу. Так, давайте из возможностей. Ну, во-первых, ширина кошения. 130 см, всего-то на всего. Да, один раз прошли, полтора метра скосили. У этого трактора сразу из коробки есть возможность косить боковым выбросом. Ну, то есть, просто выплевывает, скашивает и все. Также к нему можно докупить комплект мульчирования. Это три специальных ножа и плюс заглушка. Дека у него будет тоже идти из листовой стали, как у XT1. Поэтому она предназначена на весь срок эксплуатации самого трактора. Знаете, самое интересное, это просто сесть на него. Если у вас есть такая возможность, я прямо скажу, приезжайте к нам в магазин, посидите, и вы поймете, что вы больше ничего не хотите. Потому что, когда вы садитесь на этот трактор, то вы понимаете, что вы сели в какую-то крутую иномарку премиум-класса. И вам действительно здесь очень удобно. Хорошее, подрессоренное, комфортное сидение. Мне кажется, ему никакие кочки не страшны. Очень удобная регулировка скоса высоты. Здесь есть много положений. Вот таким вот фиксатором вы любое фиксируете здесь. От одного дюйма до четырех с половиной дюймов. Ну, то есть, от двух с половиной сантиметров до двенадцати сантиметров. Естественно, гидростатика. Но, как здесь будет осуществляться управление? Здесь уже нету рычагов, как на левый гидромотор, так и на правый гидромотор. Здесь рулевая баранка у вас. Как вот, вот, как садовый трактор, обычный, стационарный. Колеса вы просто вот управляете. Сейчас я его заведу и вам всем продемонстрирую. Завелся. Ручник я выключил. И теперь смотрите. Колеса выкручиваются на девяносто градусов. Он разворачивается спокойно на одном месте. У нас одно колесо практически заблокированное. Просто шикарное управление. Я ни на чем круче не ездил. Удобство максимально. И, кстати, помните, да, трактор от компании Zimani, где было два рычага, и я говорил, ну, здесь вот приноравиться, ничего сложного нет. Здесь не надо приноравливаться. Здесь вы сели и сразу поехали. Он шикарен по управлению во всех смыслах этого слова. Работать им, ну, просто офигенно. Так, теперь давайте по органам управления. С левой стороны педаль. Это не тормоза педаль. Это педаль для того, чтобы отрегулировать высоту скоса. Вот здесь мы ее нажали, отрегулировали и опустили. Он на этой высоте будет у вас работать. Дальше. Правая педаль. Здесь у нас есть ход вперед, ход назад. Чем сильнее напедальдаем, тем быстрее едет. Рулевая колонка. Шикарно. Регулируется, как вы хотите. Хоть в самый низ. Вы здесь можете разложиться на этом кресле и ехать, и получать, ну, просто максимальное удовольствие от кошения травы. Хотя вообще от этого никто никогда удовольствия не получает. Под правой рукой у нас есть режим транспортировки, рабочий режим. Паркинг. Заслонка воздушная. Дроссель. Ключ зажигания. Кнопка кошения задним ходом. И включение, электромагнитное включение, деки. И здесь же у нас идет датчик моточасов и компьютер, на котором отражается уровень масла, когда масло надо поменять, и сколько моточасов вы отработали. Мотор той же самой серии. 7000 серия, серия Pro для огромных площадей. 24 силы. С масляным насосом, с масляным фильтром. Работать на уклонах до 30 градусов может. Вот здесь сделано вот вообще все настолько удобно, насколько это только возможно. Смотрите, слив масла. Выведен специальный шланг. Не надо никуда туда к мотору лезть, что-то выкручивать. Вот взяли здесь, выкрутили, слили и все. Глушитель уже стоит не спереди, а сзади. Как бы вы не хотели, у этих тракторов выведенные глушители спереди, все равно часть выхлопных газов попадает в ваши легкие. Здесь такой ситуации не будет. Вы едете передним ходом, вы кайфуете. Подлокотники и сидения, это вообще отдельная история. Я ни на чем удобнее, чем на этом тракторе вообще не сидел. Я каждый раз говорю, посмотрите, как здесь удобно сидеть. Но когда вы сядете на этот трактор и на какой-то другой, вы поймете, о чем я сейчас говорю. Это самый удобный и комфортный трактор. И бак. Бак здесь тоже просто огромного размера. Вы посмотрите на него. Здесь литров 19. Да, хватает его на 11 часов работы. Очень долго можно и комфортно работать. Такие трактора, кстати, покупают у нас в Москве. В ДНХ у нас купили и в Парке Горького купили. Если будете, посмотрите, чем они обкашивают. Увидите эти садовые трактора. Они просто шикарные. Если вы думаете, что этот трактор поставляется с газонокосильной декой, и это все его возможности, то вы ошибаетесь. Во-первых, его можно использовать как с пассивной, так и с активной навеской. Цепляется к нему куча всяких навесных орудий. Если вам интересно, можете ознакомиться по ссылке на нашем сайте в разделе аксессуары. Там я все выложу обязательно. Если у вас остались какие-то вопросы по этой машине, обязательно пишите мне в комментарии. Потому что, я думаю, у вас должны быть вопросы. Цена 799 тысяч рублей. Вот за такую формулу 1. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с ним поближе, пощупать его, потрогать, то приезжайте к нам в магазин. Все обязательно расскажем. Который находится по адресу Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81. Где стоят не только капкадеты, но и всевозможные другие садовые трактора. Вы точно подберете себе. У нас есть на любой цвет и вкус и на любую ценовую аудиторию. Поэтому приезжайте к нам. Либо я, либо какой-то другой менеджер вам все с удовольствием расскажет и покажет. И, конечно, подберет необходимые расходные материалы и какие-то навесные орудия. Друзья, не забывайте, что мы не только на YouTube-канале, но также в Telegram, Яндекс.Зене, Одноклассниках, ВКонтакте и всевозможных площадках. Поэтому где вам нравится, там и смотрите. Видео везде я выгружаю одновременно. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok